Экстренный вызов Здравствуйте, уважаемые исследователи. Проведем учебный полигон. Будет дана теоретическая подготовка. Начальник уголовного розыска вам расскажет про оперативную работу. Военнослужащие 19-го отряда расскажут про боеприпасы, про безопасность на месте происшествия, пройдут обысковые мероприятия. Здесь вы получите и закрепите навыки вашей следственной работы. Передадим вам наш бесценный опыт. Еще вчера они сидели за партами, а сегодня вновь теория. Несмотря на то, что статус молодой следователь будет за ними закреплен еще очень долго, за плечами каждого уже есть раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений. Они сами выбрали этот путь. И чтобы препятствий на нем было как можно меньше, старшие наставники делятся опытом. Задача научить следователей выполнять следственные действия в каких-то экстремальных условиях. На обыск зашли, молодой следователь может растеряться, что отвечать. Вот наша задача этому сегодня их научить. Два-три сантиметра в грунт накрывается травой, после чего мина просто становится. Проходят подразделения, происходят подрывы. Устанавливаются довольно часто. Сосредоточенный взгляд, лицо скрывает Балаклава. Это, пожалуй, самое боевое подразделение Росгвардии Сибири. Отряд спецназа «Ермак». С их теории начинается погружение молодых следователей комитета по ту сторону смерти. Детонирующий заряд и происходит взрыв. Все поражающие элементы снизу начинают разбрасывать в разные стороны. Поэтому постарайтесь запомнить себе, какие-то пометки сделать. Вот эта информация может вам жизнь спасти. Работа следователя комитета лишь в сериалах окутана романтикой и мистикой тайны. На деле каждодневный труд в любую погоду, днем и ночью. И здесь, как у сапера, право на ошибку быть не должно. Давайте начнем с криминалистической техники. Не так это интересно, как у бойцов Росгвардии. Ну, давайте на примере хотя бы GoFind. Что вы можете увидеть? Допустим, наводим на какой-то металлосодержащий предмет, слышим звуковую индикацию. Следователь – человек универсальной. Навыки работы криминалиста-оперативника не помешают. Смекалка и быстрота реакции – залог успеха. Следователь – локомотив любого расследования. Если следователь относится к расследованию спустя рукава, то остальным тоже ничего не надо. Гемофан пресловутый. В этом тюбике находится индикаторный тест-полоска. Берете чистую воду. Можете набрать воду в крышечку, чуть-чуть налить. Окунаете, смачиваете индикатор, прикладываете к следу, в котором подозреваете наличие крови. После того, как юные следователи прошли теоретический курс в классах, ждет следующая локация. И она не менее интересная, но более зрелищная. По команде огонь. Если вы левша, можно снять и с левой, и с правой стороны. Все, так же в одну линию становитесь. Бронежилет давит на ключицы, спина немеет, шлем съезжает на глаза, постоянно закрывая обзор, а впереди несколько вводных. Духота, мошки, комары. На полигоне они особенно кровожадные. А перед тобой ряд мишеней. Главное не покорить цель соседа. Ты все-таки хрупкая барышня, даже несмотря на то, что старший следователь райотдела. Пистолет, автомат и на линию огня. Решила воспользоваться возможностью пострелять из автомата. Посмотрим, что из этого выйдет. И будем надеяться, что в нашей работе этот навык никогда не понадобится. Пожалуй, каждый из нас видел в фильме, как героя боевика заряжает патрон в магазин для своего оружия. Но на самом деле это не так легко. И оказалось сложнее, чем мы думали, из-за того, что очень тяжело из-за вот этого снаряжения. А, ну еще нас оглушило, и мы ничего не слышим. Половину. Оружие следователя, это вот шариковая ручка. Ну, а сейчас это уже компьютер, клавиатура. Оружия нет, конечно. Ну, и это они должны знать, потому что в ходе следственных действий у нас в Новосибирской области и заказные убийства есть. Даже бытовое убийство с обычного ружья бывает, а следователь должен знать и владеть навыками изъятия, потому что можно прийти и нажать на спусковой курорт. Уже темнеет, вес бронежилета давит еще сильнее. А старшие наставники усложняют задачу. По легенде, преступники заложили взрывчатку в автомобиль. И вот огнеборцы закончили тушить возгорание с минуты на минуту. На месте происшествия окажутся следователи. Их задача не упустить ни одной детали. Незадолго до взрыва в автомобиль подсел другой человек. Возможно, допустим, ребенок. То есть тело небольшое, повреждений больше. После того, как отработали следователи, нас пустили на место происшествия, и мы своими глазами смогли увидеть, что же здесь произошло. Итак, взрывчатка, начиненная поражающими элементами, была на заднем сидении автомобиля. После того, как произошла детонация, его буквально разорвало на части, произошел пожар. Внутри находился манекен. И если бы такая ситуация произошла в реальной жизни, то человек бы не выжил. Раскрывает реальные преступления. Вот такие, ну вот, там, привезти следователя Октябрьского района, допустим, это. Раскрыли преступления 90-х, 2000-х годов. Многоэпизодные, железнодорожного района, Дзержинского схода приходит. Молодые, вот эти вот молодые, которые с оттяжем работают до года, выезжали они, они делали первые, первоначальные, да, конечно, заканчивали отдел по расследованию особо важных дел, там уже другая квалификация. Но, тем не менее, вот тогда, в ночь работали они всю ночь, работали с осмотром места происшествия, обыскового мероприятия, допросы, свидетельства, первоначальных экспертиз. Ну, вот результаты мы видим. Можем предварительно посмотреть, были ли какие-то поражающие элементы. Есть отверстия, которые по конструкции автомобиля предусмотрены. Есть несколько отверстий неправильной формы, которые вот в металлической конструкции мы обнаружили. Вы можете попробовать хотя бы так вот сходу описать, как бы вы это зафиксировали в протоколе, вот эти именно отверстия. Это сейчас на решение логической задачки им дали время. Экзаменатор строгий, главное – научить. В данном случае мы находимся на открытой местности. Ну и в целом по взрывам лучше всего все-таки применять эксцентрический метод осмотра. Они говорят на своем, понятном только им языке. Они выстраивают версии, собирают улики. Уже давно стемнелый полигон покрыла непроглядная мгла, а следователи-криминалисты еще работают. Он был равнонаправленного действия, то есть взрыв происходил одинаково в две стороны. И в дальнейшем, после того, как мы осмотрели автомобиль, начинаем по спирали отходить от автомобиля, как можно дальше. Фиксируя, где находятся какие-то фрагменты трупов, фрагменты частей автомобиля, осколки и так далее. Это был человек, я так понимаю, это вот туловище. Я думаю, что здесь гильзы не имеют в виду. Кровата! Заходим! Второй бежать! Оружие убрать! Оружие от них убрать! Задержание произведено! Преступники на контроле, пока работает следственная группа. И доброе утро! На полигоне оно началось совсем не с кофе. Спецназ выполнил свои задачи. Боевики обезврежены. Теперь выход следователя. Тонкости ремесла ни тех, ни других раскрывать не станем. Пускай это и будет той завесой тайны, которая привлекает в профессии. Потому что ты не спишь ночами, это только удовольствие. Ну, бывает, да, конечно, ты уже где-то говорить не можешь. Два часа где-то вот в УАЗике, в дежурке поспал и все. Но у тебя вот идет этот так называемый драйв. Ты допросил, ты изъял что-то. Ты понимаешь, что по этому изъятому ты назначишь экспертизу, которая будет доказательство. Просто физическая усталость, она ни на что не влияет. Она, мне кажется, только доставляет радость. Ну, вот просто все сделали. Трое суток работали, не спали, сделали. Слава богу, все, победили. Преступника переиграли. Или там даже месяц бывает. Ну, бывают же дела сложные. Лилия Вольф в СК всего полтора месяца. Говорит, главное быть сосредоточенным, пунктуальным, соблюдать требования ОПК и не бояться работы. За тебя ее точно никто делать не станет. Работу у следователя выбрала, потому что хочу, как бы это ни звучало банально, сделать мир лучше. Понимаю, что могу помочь простым людям, в нелегком деле, в борьбе за справедливость. Их задача собрать вещдоки, оформить протоколы так, чтобы злодей понес заслуженное наказание, а потерпевшие добили сатисфакции. Так что труд кропотливый, без права на ошибку. Места происшествия осмотрены, преступники задержаны. Это был специальный выпуск программы «Экстренный вызов». Увидимся на канале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok